Псалм 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 Вот так начинается эта первая глава, можно сказать, эта книга, откровение о Господе Иисусе Христе. И хотя оно послано, как здесь говорится, семи церквам адресовано, но в действительности оно адресовано сегодня и нам, как и все Священное Писание, кому бы оно ни обращалось в свое время, оно сегодня нам. Но сегодня это послание, братья и сестры, как пятый стишок, говорит самое главное, что это послание не от Иоанна, а от Иисуса Христа, который есть свидетель верный и первенец из мертвых и владыка царей земных и еще больше. Но, друзья мои, дорогие, мы можем заметить это еще один титул или имя, можно было бы сказать, владыка царей земных, даже не царь, как мы его называем, но в действительности он царь, но на земле, естественно, он одним царем не равняется, потому что он Господь с неба, слава Богу нашему. Но, друзья мои, сегодня наше служение именно говорит о том, как он был унижен, этот великий Господь наш, царь царей, как он был унижен людьми, для которых он пришел с любовью отдать себя за грехи их. И поэтому наше служение воспоминания страданий Христовых как раз и на эту тему, друзья мои, чтобы вспомнить это необычное явление, которое кажется несовместимо даже не то, что с божественными истинами, а с человеческой, можно сказать, справедливостью, как с ним поступил его родной народ, с Господом, который родился именно от семени Давида, как Писание говорит, через Марию, и был сыном Иосифа, как считали, и так дальше. То есть он был евреем на земле. И как с ним поступили сегодня, друзья мои, нам нужно об этом говорить для того, чтобы исполнить Писание, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы подкрепить свою душу, потому что, когда мы не участвуем, то и жизни в нас нет. Если мы заботимся о своем спасении, то мы, естественно, и об этом должны заботиться, как и о всем остальном, что касается нашего спасения. Если мы посмотрим, друзья мои, у Писания, как это происходило, что я хочу немножко напомнить, как Иисус, который в свое время по предательству Иуды, которого дьявол обманул, как может обмануть и нас с вами, если мы не будем бодрствовать и полагаться в чем-то на свою способность бороться с грехом или делать что-то по отношению к Господу, то мы знаем, в этих вопросах мы можем ошибиться, как ошибся и он, Иуда этот, который написано, когда увидел, что его арестовали, и он, скажем, согрешил я, предал кровь невинную, но до этого он не знал, что он делает грехом. Но начнем вот это событие с того, я хотел напомнить, что он пристал сначала перед пребосвященниками, старейшинами и всем Синедрионом, самой высокой элитой духовной Израиля. Он пристал, когда его взяли в саду, арестовали, и привели его, значит, к этим высокопоставленным чиновникам или людям, которые должны были быть блюстителями закона. И на первый взгляд они как будто бы и такими были, потому что, когда нужно было поступить, потому что они запланировали с Иисусом, то они сказали только не в праздник, чтобы не произвести возмущение, во-первых. Во-вторых, они наблюдали, чтобы, значит, кушать Пасху и не оскверниться, то есть они как будто бы старались быть святыми, не оскверненными от греха, потому что нужно было участвовать в святом служении пред Богом. И вместе с тем мы видим из 26 главы, как они делали, что, друзья мои, бывают так часто с людьми на этой земле, не дай Бог, чтобы было с нами, а если когда-нибудь что-нибудь случается, то, естественно, что это очень неугодно Богу и является грехом. Смотрите, 59-й стишок говорит, «Первосвященники и старейшины и в весе недрегон искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти». Искали лжесвидетельства, чтобы предать Его смерти. Пилат даже знал, что они предают Его на смерть или предали Ему и так дальше из зависти. Видели они, что в их сердце зависть? Не видели. Я не знаю, насколько они видели сами себя, но в их была зависть. И настолько мы видим это разрушительное действие зависти, которое в истории человечества сделало столько много зла, оказалось бы такое не так уж большое какое-то чувство, как будто бы на первый взгляд не так заметное. Но какие страшные дела зависть сделает? Предали Иисуса зависти. И вот те, которые были именно опорочены, хотя и старались не быть оскверненными, но они были скверные уже. И вот они искали лжесвидетельства. Почему они искали лжесвидетельства? Потому что свидетельства против Него не было, чтобы предать Его смерти. Не было никакого свидетельства, чтобы сказать, что Он что-то плохо сделал. И даже когда Пилат исследовал это дело, то он сказал, что я не нахожу в нем никакой вины. Он искал, как в человеке, но не нашел никакой вины. И эти духовные люди, не нашедшие вины, искали лжесвидетельства. И написано, и даже лжесвидетельства не могли найти, но все же наконец нашли, которые они могли бы употребить для оправдания своего преступления. Люди, которые пришли, сказали, что Он сказал, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И это как будто бы грех достойной смерти. Но в действительности и это было сомнительным. И они начали дальше говорить с Ним. И ухватились за слова, которые, когда они спросили Его, заклиная Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос Сын Божий? Действительно очень важный вопрос, правда же, для каждого, кто на земле. Но это был не искренний вопрос. Это была уловка. Они не хотели такого Мессию. Но спрашивают, не Мессия ли ты? Когда Он сказал, что увидите Сына Человеческого Грядущего на облаках небесных силою Божию, то они сказали, вот то, что нам как раз нужно было. Он богохульствует. И поэтому, как вам кажется, спросил первосвященник, они говорят, достоин смерти. Друзья мои, какое унижение, правда же? Царя царей, Господа господствующих, так ругаются над Ним, производя такой суд. И вместе с тем, какое величие в Господе нашем Иисусе Христе было показано, что Он отдал Себя добровольно в руки этих людей. И когда Пилат говорил, «Разве ты не знаешь, что Я имею власть предать тебе смерти или спасти, или сохранить жизнь?» Он сказал, что нет, это не от тебя. Это свыше дана тебе эта власть, которая может быть отнята в любое время, осознавая, давая Ему понять, кто Он. Но, естественно, что Он и этого не понял. Имея эту власть отпустить Иисуса, Он мог бы и немножко пробовал Его как будто бы освободить, оправдать. Но вместе с тем, как увидел, что народ не согласен, Он приказал воинам бить Его. Он же, имеющий власть отпустить и освободить Его, Он приказал бить Иисуса. Они били Его. И написано, даже венок терновый сделали. Положили Ему на голову и били Его. И потом, говорит, разрешил им предать Его смерти. Вот так, друзья мои дорогие, надругались над Господом нашим Иисусом Христом. Исполнив наше спасение вместе с тем. Наше спасение, за что слава Господу Богу нашему. Друзья мои дорогие, мы читаем, вот, например, 1 Петра, 2 глава, 22 стишка написано, вернее, с 18-го. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвен по плоти, но ожив духом». И в 22-м стишке написано, во 2-й главе, 22-м стишке написано, что Он не сделал никакого греха. И много мест мы читаем, но для того, чтобы нам сегодня, как бы, сравнить Его вину, которую поставил Ему народ, вернее, не весь народ, потому что мы видим, как Его сопровождали, когда Он визжал в Иерусалим на ослу, то написано, что все те, которые видели все чудеса, восклицали благословен Царь грядущего имя Господне. Но были некоторые, которые первосвященники и книжники написано «возбудили», чтобы просить смерти для Него, так сильно над Ним насмеялись. Но для нас, друзья мои дорогие, это было служение, спасение нашего. Очень тяжкое, естественно, сильно оскорбляющее, незаслуженное. Такое наказание, которое только Господь мог снести, имея власть, не принять его. Он добровольно дал людям власть совершить это преступление, потому что знал, что Он пришел на землю, чтобы дать себя в жертву за грехи всего мира. Слава Богу нашему! Поэтому будем молиться, братья и сестры, и будем об этом благодарить Господа прежде всего, что Он это сделал. Что Он это сделал. И если бы не Он, естественно, мы бы были погибшими навсегда. И еще напомню одну из частей Его служения, как мы всегда делаем, это омовение ног для желающих. Я напомню, значит, глава 13, где говорится об этом. и мы будем молиться Господу. Здесь написано, что Иисус Христос на этой последней вечере, где Он установил вот такое служение, как мы сегодня совершаем, сегодня, это еще была одна часть из того, что там было, это было, что Он умыл ноги своим ученикам. И мы знаем, что Он этому дал определенный смысл, объясняя для Петра, объясняя для других учеников, говоря, что «Я Господь и Учитель это сделал». Но Петр противился Ему, говорит, что это неестественно и не должно быть. Но Он говорит, «Если Я Господь и Учитель это сделал, делайте и вы». Это пример для нас того, каков был наш Господь во плоти. Мы знаем, каков Он сейчас, но сейчас мы Его принимаем как Бога. Тогда народ и мы Его принимаем как и человека и как Бога. И вместе с тем Он показал нам, будучи во плоти, образец для служения Богу, Отцу Небесному, для того, как исполнить волю Божью, как прийти ко спасению, как смирять себя, не гордиться, не превозносить, но смирившись так, как Он, мы можем только таким образом исполнить волю Божью. И поэтому Он это сделал. И мы будем благодарны Господу, что Он дарует нам такой пример и хочет, чтобы и мы поступали по Его правде. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно говорю вам, раб не больше Господина Своего, посланник, не больше пославшего, если это знаете, блаженный, когда вы исполняете. Слава!